Друзья, приветствую! Здесь журналист случайно проронил фразу про Жириновского, которая проливает свет на происходящее. На основании этого можно сделать вывод, как нам про него врут, но поговорим мы не только об этом, будет много интересного и начну я с загадки. Кто может быть одновременно голодным и сытым, бедным и богатым, с гордостью за свое прошлое и со стыдом за настоящее? Ответ вы узнаете вскоре, но пока поговорим про Жириновского. В ЛДПР выступили с официальным заявлением о состоянии оппозиционера «Всея Руси» Владимира Жириновского. Цитирую. «В последние дни все обсуждают здоровье Владимира Жириновского, однако информация «источников» по этому поводу значительно преувеличена, ориентирована на сенсационный эффект. Жириновский ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону. Скоро он вернется к полноценной активной жизни, и мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время. Об этом заявили во фракции. И все бы ничего. Сторонники Жириновского должны бы, по идее, выдохнуть, если бы не одно интервью на «Россия-1», на которое просто нельзя не обратить внимание. Слова, произнесенные там. Они не совсем очевидны на первый взгляд, но если прислушаться внимательно, то можно представить очень четкую и понятную картинку. Вот смотрите «Россия-1», передача Малахова. Корреспондент попал в больницу к Жириновскому и записывает оттуда роль. Да, здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, студия. Я как раз таки сейчас на этой же центральной клинической больнице, этажом ниже, где находится палата Владимира Вольфовича Жириновского. Туда сейчас никого не пускают, а с ним находятся врачи и его близкое окружение. Один из старейших и опнейших политиков постсоветского пространства, заслуженный юрист России, Владимир Вольфович, попал в эту больницу буквально накануне. Как стало известно, до этого он заразился коронавирусом 2 февраля и первое время проходил лечение еще у себя дома. Но накануне ему стало гораздо хуже. Его привезли в эту больницу. Состояние, как сообщали врачи, было достаточно серьезным. Насколько стало известно, уже по последней информации, сейчас Владимир Вольфович находится не в критическом состоянии. У него состояние уже более такое стабильное. И сейчас врачи пытаются сделать все возможное, чтобы политику стало как можно лучше. И вроде, вроде, на первый взгляд кажется, что фракция ЛДПР сообщает о его улучшающемся состоянии, что ему прям ну вот совсем хорошо. Врачи говорят, что его вывели из критического состояния, если бы не одна фраза. Но прежде чем я вам покажу эту фразу, давайте вспомним, как было дело с Киселевым, чтобы с примером было еще понятнее. Помните, Киселев попал в больницу, как сообщалось, у него было 50% поражения легких. Про Жриновского говорят, что у него 50-75%. Киселеву спокойно пускали журналистов, в специальных костюмах, разумеется. Киселев бегал по палатам, прыгал, я вам это уже рассказывал, проводил это небольшое разоблачение. В общем, устраивали цирк в этой больнице. Но, тем не менее, факт остается фактом. Киселеву журналистов пустили. Пустили журналистов в ковидное отделение, пусть и с соблюдением мер безопасности. Если вернуться к Жириновскому, то можно заметить, что журналиста туда не пустили. И вы сейчас справедливо скажете, Антон, ну может быть просто Жириновский не захотел давать интервью, потому что Киселев тот еще показушник, что ему нужно было это сделать, и скорее всего это было задание, что Киселев, возможно, вообще не болел. А Жириновский, скорее всего, не захотел, чтобы к нему пускали журналистов. Я с вами совершенно согласен. Дело не в этом. Давайте еще раз внимательно послушаем вот эти слова журналистов. Владимира Вольфовича Жириновского, туда сейчас никого не пускают, а с ним находятся врачи и его близкое окружение. А вот эту фразу журналист сказал, ну очень напрасно. Напрасно почему? Он говорит о том, что к Жириновскому никого не пускают. Совершенно понятно и очевидно, ковидное отделение. Человек в тяжелом состоянии. Но также он добавляет, что с ним сейчас находятся врачи, а также, внимательно, его близкое окружение. А вот эта фраза, друзья мои, она говорит о том, что Жириновскому сейчас не то чтобы хорошо, скорее всего ему совсем плохо, как бы не заявляли в ЛДПР, но тем не менее факт остается фактом. Скажите мне, пожалуйста, при каком условии в ковидное отделение должны пустить родственников? Сразу на ум приходит только одно, когда совсем уже хана. Ну правильно же, логично рассуждаю. Но прежде чем своими догадками делиться с вами, я проконсультировался со знающим человеком. Я ему задал прямой вопрос. Я говорю, Александр, правильно ли я понимаю, что к человеку, который находится в ковидной зоне, который сейчас, как сообщали, вообще на ИВЛ, что пускают туда людей только в критической ситуации, когда уже совсем все плохо? И вот цитирую его слова. Да, совершенно верно мыслите. Не то, что в ковидную зону, даже просто в отделение реанимации, если абстрагироваться от ковида вообще. Родственник может попасть только в определенных случаях. Особенно к пациенту, находящемуся на ИВЛ, не пускают. Так всегда было. Сейчас напрямую о состоянии здоровья можем только догадываться. И вот опять же цитирую его слова. Мне кажется, что близок финал. Действительно, друзья мои, я подтвердил эту информацию еще у нескольких человек. И еще несколько человек мне сказали, что просто так родственников, просто так близкое окружение никто не будет пускать в палату. Будь то не важно, брат, сестра, жена, дети. Абсолютно, абсолютно не важно. А здесь родственников пустили. Если бы Жириновский, как в ЛДПР сказали, был сейчас в хорошем состоянии, если бы его здоровью ничего не угрожало, родственников бы туда не пускали. Но судя по всему, россиян опять пытаются накормить какой-то шелухой. Конечно, кто-то может начать плеваться и говорить, ой, это только догадки и предположения. Совершенно верно, догадки и предположения, которые основываются на реальных фактах. Ну а что касается того, что Жириновский 8 раз сделал вот эту процедуру, это прокомментировал Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы. Он заявил, что над этим уже просто смеются все. Ну а так и есть. Ему задали вопрос, не станет ли то, что произошло с Жириновским козырем в руках людей, которые против вот этой самой процедуры. Вот что он ответил. Наверняка станет, и над этим уже смеются. Что касается Жириновского, я его знаю с 1989 года, и я уверен в его жизнеспособности. То есть думаю, что он и ковид не живет. Другое дело, что сама история с вашими широко разрекламированными прививками и последующим тяжелым состоянием поражения легких на 50-75%, конечно, нехорошая реклама для прививок. Но я думаю, что проблема уже не в прививках, в конце концов. Все все поняли с прививками. Да, может быть, они облегчают течение болезни. Если Жириновский, кстати, не умрет, то это будет прекрасная реклама российских прививок. А если, не дай бог, с ним что случится, главное просто, что будет с ЛДП. Слышите, он говорит, а все уже все поняли с этими самыми прививками. Да, действительно, все уже все поняли. Только пропаганда до сих пор пытается на последних вот этих щах, на последних дрожжах, пытается еще вытянуть ситуацию. Но ситуацию уже просто-напросто не вытянуть. А вот вопрос, что с ЛДПР сейчас происходит. А некоторые политологи уже заявляют, что место Жириновского начали делить. И один из политологов назвал человека, который потенциально может встать на место Жириновского. И по его словам, эту партию хотят сделать партией Дмитрия Медведева. Да-да, того самого Димона. Политолог считает, что в случае ухода Жириновского могут сделать ребрендинг. Но так как показали последние выборы, рейтинг партии крайне низок. А если туда поставят еще и Медведева, да еще и сделают ребрендинг. То есть мнение, что партии точно придет каюк. И как раз Калачев тоже ответил на вопрос о том, кто может заменить Жириновского. Это лидерская партия. Настоящая партия становится партией тогда... Настоящая партия становится партией тогда, когда она переживет своего основателя и бессменного лидера. То есть партия, как и обязательно, это и классическая партия, настоящая, когда она переживет своего создателя. Но пока это лидерская партия, изменить его некем. И я думаю, что единственная возможность это коллегиальное руководство. То есть есть, конечно, тенденты на место Жириновского, но никто из них не обладает этой харизмой. Более того, если мы посмотрим на рейтинг Жириновского, то я думаю, что они не просто сопоставимы с рейтингами ЛДПР, они выше рейтингов ЛДПР. А Жириновский популярен в определенной части общества. Собственно, голосует не за партию, а за Жириновского. Но я думаю, что ЛДПР может пережить из Жириновского при условии ребрендинга, если они не будут искать ему замену, а пытаются найти какие-то другие решения, как-то коррегиальность, ну и, может быть, попытаются найти какие-то возможности ребрендинга, не меняя название. Ну и что касается Жириновского, я, конечно же, вас буду держать в курсе. Свои догадки можете также писать в комментариях, но я считаю, что сейчас вот эти все официальные заявления, что все это сплошное вранье для того, чтобы утихомирить шум вокруг этой ситуации. Теперь же, что касается ответа на загадку, друзья мои. Ответ здесь простой. Россиянин. Россиянин может быть одновременно богатым и бедным, если смотреть на статистику Росстата. Если смотреть на ту же статистику, он одновременно может быть и голодным, и сытым. Ну и на основании всего этого, гордым за прошлое и со стыдами на глазах за настоящее. О чем это я говорю? Росстат здесь выкатил новый отчет. Этот отчет, ну, просто рука-лицо. Разрыв шаблона. Вот послушайте, Росстата читался о рекордном за 8 лет росте реальных доходов россиян. Реальные располагаемые доходы в 2021 году увеличились на 3,1%. Это следует из подсчетов Росстата, которые были опубликованы в докладе о социально-экономическом положении России. Реальные доходы россиян выросли на 3,1% за 2021 год. То есть россияне все-таки не обеднели, а стали богаче. Мы сейчас не будем говорить ни про инфляцию, ни про что еще. Просто тут же с пылу с жару из печи еще одни данные Росстата. Друзья мои, ну это, это вообще что-то новенькое. Покупательная способность доходов граждан России упала до многолетнего минимума. Они же сообщили о том, что за последние 8 лет реальные доходы выросли. И что сейчас россияне живут богаче, чем за последние 8 лет. Но в то же время они же говорят о том, что покупательная способность упала до многолетнего минимума. То есть если пересчитать вот этот самый рост доходов, то получается, на примере, вот возьмем рыбу. Что 10 лет назад на эти деньги россияне могли купить более 230 килограммов рыбы, а сегодня около 180. На 50 килограммов рыбы среднестатистический россиянин может сегодня купить меньше. На 50 килограммов. Не на 1, не на 2, а на 50, чем 10 лет назад. Странно, да? Россия вроде поднимается с колен. А вот только эти колени хрустят под грузом людей, которые сели сверху и болтают с плеч ножками. Причем также, исходя из данных Росстата, следует, что аналогичная ситуация происходит и с мясом, и со сливочным маслом, и с морковкой, и с картошкой, и с пшеничной мукой. То есть россияне вроде бы как бы богатеют, а по факту нищают просто с космической скоростью. Вот такой ответ на мою загадку дает Росстат. И это в то же время, пока некоторые отдельные представители могут покупать себе часы на много миллионов рублей. Послушайте, это же просто нонсенс. Нам показали часы сенатора Клишиса. У него есть часы за 20 миллионов рублей, за 26 миллионов рублей, за 26,5, за 28, за 32 миллиона рублей. Суммарно у Клишиса, как сообщается, часов на 163 миллиона рублей, я даже не представляю, какого размера эта сумма. Если брать его вот так в деньгами кэшем. Представить себе сложно 163 миллиона рублей. Средний россиянин миллион-то в руках не держал. Большая часть не держала больше 100 тысяч рублей за раз. А здесь речь о 163 миллионах только на часы. Только на часы. Но в Краснодарской думе депутат напомнил о часах Клишиса. А в ответ спикер Госдумы, Вера Галушка, Галушка Вера, попросила не говорить о таких мелочах. Ведь сенатор мог на них накопить за всю жизнь. Накопить 163 миллиона. Мне бы так копить. Клишис, потрясая часами на десятки миллионов рублей, рассказывает нам, как надо жить в сфере местного самоуправления. При этом само местное самоуправление, по факту, особенно в сельских территориях, ликвидируется. Вот. Не надо никогда говорить, какие часы. Потому что человек всю жизнь мечтал и работал только на эти часы. Не надо замечать, и тем более у нас на совещании озвучат, сколько стоят часы. Бедолага Клишис, еле накопил 163 миллиона, чтобы накупить себе такую коллекцию часов. Вы представляете, оказывается, можно просто накопить. А что, так можно было? Я посчитал, если среднестатистическому россиянину, опять же, если исходить из данных Росстата, а не из реальных, копить на часы, такие как у Клишис, придется ежемесячно не тратить абсолютно все деньги откладывать, то на это потребуется порядка 300 лет. А Клишис, видите, какой успешный, быстренько как-то успел накопить. Ну, вот это второй ответ на мою загадку и подтверждение того, что россияне вот вроде могут накопить на часы за 163 миллиона. Но другое дело, что не все. Ну, а также, пока Клишис щеголяет в таких часах, в Кузбассе произошла дичайшая, лицемернейшая история. В Кузбассе инвалид насмерть замерз в своем доме, не дождавшись обещанного чиновниками угля. В городе Белово Кемеровской области. А Кузбасс это угледобывающий у нас регион. А там в Белове замерз в собственном доме насмерть инвалид, которому чиновники местных социальных служб просто обещали привезти уголь, да так и не привезли. Ну и пока, друзья мои, происходит все то, о чем я вам сегодня рассказал. Путин оправдывается за ту часть матерного стишка, которую он сказал при Макроне. Теперь президенту необходимо оправдываться за свои слова. Потому что сначала ляпнул, не подумав. Из-за этого возник резонанс. Вы знаете, это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не приходил на личности. Это не имело, повторяю еще раз, никакого личного измерения. Вопрос только... Посмотрите, как оправдывается. Посмотрите на это кислое лицо. Он как будто кислых щей протухших наелся. Посмотрите, как ему неприятно оправдываться. Вот вроде неприятно, а нужно. Потому что наплел оправдываться, Владимир Владимирович, всегда неприятно. Заранее надо головой думать. Все-таки не на кухне с друзьями сидите, а выступаете перед всем миром. В том, что когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, что это не тот формат. Если государство приняло на себя определенные обязательства, то все ожидают, и тем более закрепленные в нормах международного права и в резолюции Совета Безопасности ООН на 22.02, по-моему, то всем нужно исполнять и договориться о том, как это сделать. Вот, собственно говоря, и все. Путин, как говорила пропаганда, сделал жесткое заявление по Украине, а теперь Путин за это жесткое заявление стоит и как маленький мальчик оправдывается.